добрый день господа сегодня мы с вами поговорим об очень интересной животрепещущей теме которая в этом 2022 году может коснуться каждого из нас я расскажу вам почему двигатель вашего автомобиля может в этом благословленном году прилечь и общаться мы будем на примере машины которая для этого подходит идеально конечно это сувару поехали парни это господа крымский конь нашего оператора алексея сергеевича который три года монтировал вам видосы потом переехал в питер и когда нас покинула светлана станиславовна вернулся не бросив нас так сказать беды так бишь о чем я проблема заключается в следующем лёха недавно поменял масло и когда он ехал сюда на своей быстрой вот этого цубаре по трассе у него в общем то возникли проблемы с давлением масла но она была не таким как должно быть и сейчас я попробую объяснить вам почему это произошло это друзья мои не сувару этот додж челленджер 6 и 4 литра и знаете тут совсем другой двигатель это в общем-то в 8 здесь нет турбин как на субаре и надо дать должное он тоже достаточно быстрый но прежде чем мы начнем я хочу показать вам еще одну машину ну а это друзья мои suzuki vitara 1992 года и в ней тоже есть двигатель он четырех цилиндровый тоже атмосферная как доджа но выдает совсем не 477 лошадиных сил и вы сейчас меня спросите а зачем я вам все это показываю все дело в том что есть нечто общее что объединяет эти автомобили это моторное масло которое в них надо заливать для проведения технического обслуживания и вот тут сейчас у нас с вами возникает одна небольшая проблема проблема заключается в том что раз моторы эти разные то масла должны быть разными тоже и у них должны быть разные параметры знаете там должны быть разные присадки и сейчас я объясню вам с чем возникла проблема у лёхи с чем возникла проблема у меня с туарегом и почему для дальнейшего рассказа мне понадобится вся вот эта вот ерунда наш тэк-центр господа много лет работал линейкой мобила если что это выглядит примерно вот так и никаких проблем не было но тут знаете ли в российской федерации приключили санкции и компания мобил заморозила поставки объявила нам всем своим клиентам которые много лет содержали эту компанию на наши русские рубли что они уходят с нашего рынка и возникли легкие проблемы с их продукции ведь мобил будет продаваться здесь но имеется ввиду до продаваться его остатки до 30 июня 2022 года а после этого официальные поставки запомните это выражение свернуться это очень важно и вы скажете мне ну илюха чё проблем то в конце концов мы же россия у нас есть производство своих масел и вы будете абсолютно правы действительно в россии есть например компания ову койл или компания синтек но проблема заключается в том друзья мои что бочка с лукойлом как вы видите пуста и у меня возникла проблема я не могу купить еще одну бочку бочка с мобилом полна но это связано с тем что ваш соответственно ведущий имеет абсолютно правильные корни похожие на жириновского то есть проще говоря папа у меня русский а мама у меня юрист ладно выдыхайте насчет мама юриста я пошутил только сын русского морода может с такой прямотой говорить о вещах неприятных наше время и так в чем заключается проблема знаете само по себе моторное масло ну его основа она не очень сложна в производстве и да действительно компания лукойл может его производить но для того чтобы масло стало подходить к двигателю лёхиной субару или моего даджа или не дай бог какого-нибудь вага там вообще отдельная история в нем должны быть присадки которые обеспечивают целую кучу параметров которые стабилизируют ее не допускают разрывов масляной пленки на жаре или на холоде которые скажем так растворяют в себе продукты износа своевременно его отводят и делают так чтобы мотор вашего автомобиля проходил расчетное количество километров так вот чтобы оценить всю боль того что происходит сейчас с отечественными маслами вам достаточно прочесть вот это вот надпись на канистре синтек о котором я как-то говорил все дело в том что присадки в наших отечественных маслах импортная их по большому счету делают три американских завода которые как вы уже поняли эти присадки в россию больше не поставляют собственно вот это вот милая интимная подробность и не позволяет мне купить новую бочку вместо этой пустой старый согласитесь это крайне неприятно во что превратится например вот этот вот синтекс позволения сказать без импортных присадок но он будет условно годен для мотора то и витаре который 30 лет потому что в те года друзья мои таких конечно присадочных комплексов не было ну а если оценивать его с точки зрения применения в современных автомобилей то ему есть место только в нашем зеленом лексусе теперь потому что в общем то по сути без присадок это просто масляная основа что происходит с современными высокотехнологичными моторами которые вы заливаете не те масла но знаете с ними начинаются проблемы возникают разрывы масляной пленки и в общем то страдает вся система смазки особенно явно это видно на коленвалу его вкладышах словом для того чтобы ваш моторчик жил и шелестел надо чтобы вот по вот этим вот смазочным каналчиком циркулирование а бы что а то что замыслил производитель двигателя что происходит если этого не происходит такой вот чудеснейший эфемизм косноязычный как блин вот я сам севарывая механик но давайте покажу то есть первая стадия она выглядит примерно вот так то есть вы можете наблюдать износ шатунного вкладыша вторая стадия выглядит следующим образом то есть износ и его начинает плющить третья стадия это стадия лёхиной субару то есть здесь уже не хватает фрагментов и все это выглядит предельно жалко ну а четвертая стадия заканчивается вот так господа полным его разрушением и попаданием в вами на колоссальные по нынешним временам деньги почему я говорю о колоссальных деньгах на потому что страдают не только вкладыши вот так например выглядит шатунная шейка коленчатого вала после плюс-минус третьей стадии ну а после 4 все это слипается и приходится выбрасывать как правило весь мотор потому что вероятен жесткий клин на скорости ну и например разрыв цепи и вы меня сейчас спросите илюха как же так получилось ведь мы же жили в советском союзе вы выпускали сложнейшую военную и авиационную технику в ней были двигатели их надо было смазывать то есть как получилось так что теперь вот блин бочки пустые и все присадки импортная я вам отвечу знаете у нас были свои присадки были заводы и не которые разрабатывали их в россии были в украине были в казахстане но к несчастью за последние 30 лет их ну тут наверно самым подходящим словом будет зачмырили так что половина из них закрылась а вторая половина и вовсе прекратила разработки чего-то нового в угоду продажам своих западных конкурентов мы живем на огромной территории нас почти 150 миллионов человек и согласитесь такая зависимость это безумие то есть абсолютно понятно что делать глобально надо возрождать деятельность наших не разрабатывать свои присадочные комплексы и в общем то я думаю лет через пять-десять мы вполне можем выдавать нормальный продукт вопрос другом что нам с вами делать сейчас именно в этом году пока все только начинает устаканиваться и мы начинаем переходить на отечественное рельс а если говорить честно о том что случилось субарой лёхи мне придется сказать неприятную правду алексей покупал в свою машину мобил и он купил канистру на которой было написано мобил это факт но судя по тем параметрам которая показывает его машина ну точнее дополнительное оборудование в его машине по давлению это только канистра что было внутри это секрет и тут мы подходим к той теме которая будет наш будет нас волновать больше всего о фальсификате о контрафакте значит чем заключается беда понимаете когда вот эти масла продавали дилеры была понятна их история можно было по наклеечке по штрих-кодику проследить весь путь этой бочечки как она импортировалась в россию ну например наш тех центр всегда работал только с официальными поставщиками как это будет выглядеть теперь пока отечественные компании решают присадки чьих производителей они будут добавлять свою масляную основу чтобы выйти на привычные им параметры нам придется выбирать что купить у меня как у сервисника в принципе проблем с этим нет объясню почему те компании которые импортировали масло в россию официально переобулись и стали работать неофициально знаете параллельный импорт то есть проще говоря теперь эти бочки пойдут там кривыми дорожками через турцию будут завозиться сюда в меньших количествах и конечно все это будет стоить дороже потому что знаете ли возникает двойная таможня но факт заключается в том что вот эти вот масла они все-таки будут и я могу проследить откуда они попали ко мне на сервис проблему у вас потому что вы не можете возникает та самая легкая эфемерная материя которая называется доверие но у нас в российской федерации если возникло доверие то как правило тут же растет сальто продаж и пруд барыши потому что начинает продаваться всякое барахло так вот в отличие от бочки вы не можете нормально проследить судьбу канистры которая пришла в россию черт возьми откуда вы не понимаете что в ней и вот по этим красивым штрих кодиком вы тоже не понимаете вообще как бы как это все попало в страну проще говоря вы будете рисковать друзья мои и вам придется покупать масла только в проверенных местах никак не на трассе не на заправках и не в магазинах теперь это рискованно как вы наверно успели обратить внимание лег этот хитрый питеромосковский жук не разобрал мотор это связаны с тем что он достаточно опытный субарист и естественно как только возникли проблемы с давлением он тут же поменял масло и успокоился только тогда когда параметры по давлению пришли в норму но это лёха который работает с нами уже много лет обычный обыватель конечно просто не может просмотреть этот параметр потому что subaru в штатном исполнении его на приборы не выводят то есть нужно дополнительно устройство которого конечно обывателя нет именно в этом друзья и заключаются ваши риски вы не поймете как и когда потеряете ваш двигатель если вы думаете что ваша проблема в 2022 заканчиваются только двигателем вы ошибаетесь потому что есть чудесные задние дифференциалы знаете которые lcd которые самоблокирующиеся и там тоже должно быть специальное масло есть коробки передач которые надо заливать тоже от с определенными параметрами есть передние редуктора коробок в этой subaru куда приходят привода и там тоже должно быть масло словом автомобиль полон технических жидкостей которые надо менять своевременно ну как правило раз в 40 тысяч или раз в два года не реже потому что масло вне канистры когда вы заливаете его автомобиль утрачивает свои свойства ну а вишенка этой истории будет рассказ про т.о. на моем многострадальном туареги я не буду называть дилеры потому что ребята в принципе они хорошие хоть судя по всему и глупая этот преамбулу заключается в чем жена записала машину на т.о. ей сказали что т.о. стоит 21 тысяча рублей это замена моторного масла фильтра салонного и воздушного фильтров когда вместо жены туда приехал я люди испытали неприятный шок потому что я задал массу вопросов в частности выяснилось что дилер официальный дилер за 21 тысячу рублей хотел продать мне китайский фильтр и масло костров в тот двигатель в который это все ставить в принципе нельзя это трехлитровый дизель современный и знаете если бы я сделал так как рекомендовал дилер у меня могли бы возникнуть проблемы что касается снабжения они нашли настоящее масло последние семь литров в литровых канистрах а вот оригинальный масляный фильтр с пробочкой со сливной все как положено увага я принес сам ну когда приехал туда во второй раз потому что понимая что с германскими запчастями будут проблемы я купил несколько заранее но поймите меня правильно это моя работа я заранее понимал что так будет итак финал очка все что я вам могу пожелать это беречь ваши моторы очень аккуратно подходить к тому месту где вы будете покупать технические смазочные жидкости потому что подделок сейчас будет масса и если вдруг вам что-то не понравилось акцентируйте на этом внимание и лучше еще раз как лёха махните маслишко в итоге может получиться подешевле пока парня